МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Солдат Михаил Дьячков, уроженец поселка Сельдь Ульяновской области. Он пропал без вести в июле 1942 года. Останки бойца были найдены поисковым отрядом память в сентябре 2017-го в Ржевском районе Тверской области. То, что сегодня дочь, всю жизнь не знавшая отца, смогла проводить его в последний путь, не назовешь ничем иным, как чудо. Но чудо это сотворено руками человека, людьми, которые всю свою жизнь посвятили поиску погибших солдат. Мы искали своих, постепенно вливались, оттачивали. Ну, некое мастерство появлялся в опыт и работы с архивами, и поисковые работы на, так сказать, боевых территориях. Ну и, соответственно, мы уже становимся, ну, как сказать, средством для того, чтобы не только добраться до судеб своих родственников, но и в силу возможностей и навыков помочь это сделать всем остальным, желающим установить судьбу своих близких. Судьбы людей в этом деле действительно переплетаются очень тесно. Пожалуй, те эмоции, те искренние слезы и слова благодарности, которые произносят родные в адрес тех, кто нашел, кто помог и вернул погибшего солдата на родину, важнее всего. Дочери найденного бойца от поисковиков были переданы саперская лопатка и записка из солдатского медальона, заполненная самим Михаилом Дмитриевичем Дечковым. Мы так долго его ждали, так ждала долго его мама. Спасибо вам большое. Миллионы солдат никогда так и не будут найдены, но те, кого удается найти, становятся частью истории. Их доблесть и слава уже не ограничиваются только памятью одной семьи, они становятся гордостью для тысячи земляков. Мы знаем о войне лишь по книгам и по рассказам наших бабушек и дедушек. Сегодняшнее событие имеет очень огромное значение для каждого из нас, так как мы чтим память погибших. И мы надеемся, что мы достойны этой победы. Проводить бойца в последний путь пришли сотни жителей. Теперь он, как и мечтал, вернулся к своей жене. Пусть не живой, но смерть его была не напрасна. И для родных бойца этот день все-таки счастливый. Ведь они точно знают, Михаил Дьячков, как и тысячи других, сражался и погиб за родину. Кристина Жакот, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.